приветствую всех на нашем канале сегодня нас разговор пойдет о баклажанах и наступает тот самый момент когда мы будем распекировать баклажаны я знаю что вы скажете что баклажаны не пикирует но тем не менее у нас вот сложилась такая ситуация когда вот видите вот они какие уже стали могучие и уже им стало здесь тесно наступает тот самый момент когда уже нужно им отдельную квартиру каждому растение я выбрала вот такие удобные стаканчики стаканчики вставляется вот в такой поддон каждый стаканчик оборудован вот таким вот дренажным отверстием и вставляется сверху вот такая штука который еще больше фиксирует вот та самая дырочка то есть дырочка получается на очень маленькая что очень удобно то есть контролирует отток воды и так сторонку пока положим берем грунт насыпаем каждую каждый стаканчик но у меня так прикинула меня быть наверное стаканчиков 10 насыпаем не до конца то есть оставляем какую-то часть для того чтобы мы просто мы сейчас даже будем баклажаны не пикировать а именно осуществлять перевалку поэтому процесс это будет быстрый и качественный баклажаны не будут у нас страдать я вам сейчас покажу как в чем заключается пикировка еще раз вам напомню в основном пикировка заключается в том что мы удаляем одну треть корня и заглубляем растение баклажаны пересаживаем без заглубления перед тем как начать распикировку мы начинаем аккуратно разматывать улитку но перед этим я ее хорошо хорошо очень хорошо пролила в каждую ячейку я насыпала грунт дальше грунты все проливаю тоже но смотрите так чтобы не было застоя воды то есть влаги должно быть не так много но грунт должен быть важным я беру баклажан выбирая самые крепкие сеянцы посмотрите какая у него корневая система это все корневая система с комом земли как я уже сказала мы сделаем перри перевалку фактически без заглубления то есть я просто ставлю сюда баклажан и засыпаю землей почва обязательно вокруг него уплотняю так поливаю так следующее растение я вот так вот делаю дырочку беру следующий корешок смотрите какая у него корневая система это вот все корневая система представляете какое и точно так же я его в лунку опускаю засыпаю землю как я уже сказал баклажан мы не заглубляем как он рост так мы его и оставляем просто приминаем вокруг землю следующий стаканчик я опять делаю углубление беру сеянец покажу смотрите какая корневая система смотрите вот таким способом видите какое здоровое растение получается я его ставлю в стаканчик до уровня который он рос беру землю и присыпаю и здесь уплотняю чтобы баклажан не чувствовал никакой пересадки болезненные через несколько дней я вам покажу что у нас получилось но я точно знаю что наша баклажана не будет болеть потому что мы в общем то ничего не делали только перевалили из одного грунта в другой все то есть я даже не трогай корневой системы не прищипываю ничего продолжаем вот мы высадили я сделала перекировку распекировала рассаду которая была у нас в обычном мешке мусорном и сейчас мы распекируем так на рассаду который было подложки из ламината сейчас я вам покажу какая корневая система в данном у нас мы раскручиваем ее и смотрим перед этим я ее тоже конечно хорошо пролила отлично прям результат прекрасный чем хороший этот метод посмотрите какая длинная корневая система то есть она уже даже до длины подложки вышла то есть вот этих 20 сантиметров можно сказать даже не хватает если буквально еще несколько днем корни вышли за территорию подложки и посмотрите как они хорошо себя чувствуют то есть я беру растение вот весь корень у меня в руках растение страдать не будет я опускаю в стаканчик как он рос и досыпаю вокруг земли и уплотняю для чего нужно уплотнение для того чтобы не образовывались пустоты воздуха так как пустоты воздуха способствует тому что могут возникать корневые гнили вот именно вот этих воздушных ячейках может образовываться попадать корни которые будут загибаться и тем самым процесс гниения может очень быстро начаться ну вот смотрите какой прекрасный растение получилось я выбираю самые сильные растения те которые самые крепкие которых самые хорошо развитые корневая система посмотрите какой вот у него где корень сам он не высокий а корневая система вот замечательно так что можете смело совершенно смело сажать эти два способа действительно рабочие и очень эффективны влейки у меня и пин я их все пересадила поставил вот эту из как я вам сказал удобную ячейку и обязательно нужно землю хорошо пролить чтобы ваш баклажан не страдал поливаем вода теплой должна быть комнатной температуры ну где-то 20 небольшим градусов все мы с вами полили теперь баклажаны мы вставим светлое но не солнечное место так чтобы солнечные лучи вообще на них не попадали несколько дней даем на им на адаптацию а потом уже выставим достаточно светлый подоконник поэтому поставьте где-то недалеко от поддаться от окна но чтобы вместо было светлое все оставайтесь с нами следите за нашими новостями и всем пока